Свой праздник педагоги традиционно встречают на рабочих местах, рассказывая ребятам новый материал, проверяя домашние задания и заполняя ежедневные отчеты. Многие из преподавателей не мыслят жизни без своих учеников, переживая за них всей душой и воспринимая успехи и поражения ребят как свои собственные. К большой радости родителей и учеников 2-го А-класса школы номер 9, каждое утро их встречает именно такой учитель Людмила Николаевна Блашникова. Наш корреспондент решил познакомиться с ней лично. За годы работы в школе Людмила Николаевна успела выпустить 6 классов и получить высшую квалификационную категорию. Но и сейчас, имея серьезный опыт за плечами, одним из важнейших качеств учителя она считает желание не останавливаться на достигнутом и постоянно повышать свой профессиональный уровень. На профессию учителя накладывается осознание того, что это очень ответственное дело перед государством, перед обществом, даже перед самим ребенком. В школе уже работаю 27 лет, но до сих пор очень добросовестно готовлюсь к урокам. Всегда осваиваю что-то новое, потому что считаю, что учитель должен учиться всю свою жизнь, иначе очень легко сойти с занятых позиций. В жизни самой Людмилы Николаевны Блашниковой важную роль сыграла ее первая учительница Тамара Николаевна Меркулова. Именно благодаря ей профессия была определена еще в детские годы. Мы были у нее последними учениками, она у нас первая учительница, человек старой закалки, была строга, очень справедливая. Она была требовательна к нам, и сама была дисциплинированным человеком. Накануне праздника ребята из 2-го А-класса приняли участие в выставке, посвященной Дню Учителя. На столах самые разные картины и подделки, которые смастерили ученики 9-й школы с использованием традиционных осенних природных материалов. Поздравления учеников делают этот день праздничный и рабочий одновременно таким незабываемым. Я желаю своей учителе счастья, чтобы она никогда не болела, была добрая. Чтобы все у нее удавалось, и чтобы все было хорошо, и она была здоровая. И чтобы она была красивая. Но вот начинается урок. 40 минут работы, за которые надо столько всего успеть. 30 человек внимательно слушают каждое слово, старательно выводят в тетрадках каждую букву. Они знают, чтобы получить хорошие знания и отличные отметки, еще нужно потрудиться. О том, как удается поддерживать дисциплину в классе, мы спросили у Людмилы Николаевны на перемене. Всегда стараюсь управлять классом при помощи голоса. Первое правило – это лаконичность. Чем меньше слов, тем больше эффекта они имеют. Второе – это никогда не говорить вместе с учениками, дождаться полной тишины. И третье – начинаю говорить тише и медленнее, и тем самым привлекаю к себе внимание, заставляю детей прислушаться. Ученики Людмилы Николаевны Блашниковой регулярно участвуют и побеждают в олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. А сделать из ребят крепкий сплоченный коллектив помогает в ней классная работа и совместные поездки. Принимая поздравления в свой профессиональный праздник, Людмила Блашникова и сама спешит обратиться к коллегам. Всем белореченским учителям желаю быть здоровыми, счастливыми, успешными, благополучными. И пусть благодарные ученики будут достойны им награды. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.